Ну, она скорее как пустоты напрасной не было, ну можно, можно было бы, или да. Хорошая, очень симпатичная вещь, такой эмпесианизм. Тем более с фотографией это будет прямо такие собственные. Полезная, умная, лёгкая. Не хочешь такой? Меня корабль смущает. Убрать его, скалы поставить. Вы с ним? Или такая больше нравится? Ой, какая красотень. Может всё-таки вот такую? Давай такую, давай. Она вроде яркая и водичка есть. Давай, я за. Для масляных красок, разбавитель, кисточку там не моем, не промакиваем, только берем жидкость для разжижения. Взяла жидкость, взяла белильца. Вот там такое бирюзовенькое дали, бирюзовенькое море. Можно моречку, водички, и морю, и небу дать немножко и голубизны. Ну, вот такой может быть голубовато-бирюзовый. Вот этим цветиком, цветом неба полностью избавиться от белого. Короткий настойчивый штрих везде, да. Короткий настойчивый штрих. Количество вещества примерно такое. Количество вещества пусть будет таким, что когда ты мастихином захочешь его придавить, будет что придавить, ладно? Чтобы было что придавить. Давай так, полностью одним цветом избавиться. Ну, могу анонсировать дальше. Потом ты возьмешь чуть больше темности и идею моря. Вот так, вот так, лежачей к холсту кистью. Немножечко лодочный характер укладки. Закидаешь, закидаешь, закидаешь. Давай так, это штрих. Приучаем себя. Масло любит штрих и лежачие укладки. Переходим на это. Вот это гуашь, акрил, но не масло. А масло любит вот это. Вот жилокраска в этом. Ты должна была сделать вот это распределение до мухного вот такого характера в небе. То есть сначала распределить кистью. Распределить кистью штрихом. Спокойно вот так распределить, распределить. Потом мастихином вот так придавить. Придавить, придавить. Потом еще и взять белильца с розовильцами и вложить. Ну белильца, поддавливай себе, хорошо? Потому что там грязные латы остались. И вложить еще и теплоты вот этой. Вдоль линейки горизонтика розовенькой теплоты. Высоко не поднимаясь. Вот так пройтись, пройтись, пройтись. Потом мастихинчиком снова все придавить. Вытирая мастихин в тряпочку. Создавая вот эту мутную мерцательную среду. Штрихуя в разных направлениях. И даже лоснение краски, чтобы сбоку было красиво мерцательно. Как бы лоскуток сюда, лоскуток сюда. Будет красивое мерцание. А потом уже заслонить небо этим. Ой, да, небо заслонить к морю. И укладывать краску не вот так, как ты предприняла, а лежачей. Смотри. Запомни. Вот оно движение. Иначе будут вот такие брусочки. Неинтересные. А так среда. Формируется среда. Посмотри. Ты согласна? Давай так. Либо облако еще наметим. Теперь бирюзовый. Голубоватый. Можно начать с темного. И по мере высветления двигаться туда. Вдаль. Вещество краски нужно. То есть не без вещества. Добавляем. Укладываем. Так, чтобы вещество здесь завелось. Вот примерно такое количество. Смотри. Даже видно, что лоснение... Чтобы сухого не было. Не просто так. Чтобы лоснение краски уже само по себе давало ощущение множества. Смотри. Вот оно. Множество. Сама густота краски уже кое-что слепливает. Правда? А поскольку масляная краска очень природно в воде... А то, что вот на картинке. Смотри. Они вот так вот идут. Ну, делай наклон. Делай наклон. Выводить, да? Да-да-да. Можешь наклон сразу задавать. Просто я хотел бы, чтобы ты сначала прочувствовала идею лодочного. Ну, давай сразу с наклоном. Вот она, среда. Ты видишь, да? Густота краски сама немножко создала водяно. Вот эта уползающая змейка. Нашвырять вот это множество. Допустим, нашвыряла. Другой кистью возьмешь красноты, белизну, нашвыряешь вот эти темности и красности. Буквально. Подшвырнешь туда. Да. Чтобы оно там чуть-чуть, смотри. Чтобы оно там чуть-чуть помидивало. Скорее, такой цвет. Ну, цвет ты будешь уточнять. Там и краснота тоже есть. Чтобы ты понимала. Чернота вот этой полосы, которая от центра идет. Эту черноту синий-розовый. Или голубой-розовый даст тебе мощную черноту. Подложишь ее тоже вот этой уползающей змейкой. Оно, да? Попробуешь. Эта же чернота слегка мигает и здесь. Раздавишь потом. То есть положила и смотри. Положила змейку. И чуть-чуть попридавливала. Не сбрила, а попридавливала. Потом здесь эти камни. Немного их вот так вырезанием наметили. Наметишь. Потом эти камни уложишь укладкой. Розовый-желтый уложишь немножко укладочкой. Хорошо? Этот же белесый цвет. И здесь тоже чуть-чуть будет заслонять, но уже не так агрессивно, как там. будет заслонять подводное цветовое. Ну, ты знаешь, если ты каждый цветик хочешь подогнать, боишься, что ты не справишься с задачей вовсе. Среди меня? Он перед собой видел примерно и бомбил. Бомбил по этой схеме. И ты бомби теперь по схеме. Немножко с ребра, да? Ребром. И вот с ребра сталкиваешь краску. Ну-ка, пробони. Нормалёк, 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 нормалёк. Да. Ну, единственное, что более рывочно. 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 Вот чуть-чуть. Вот по такой схеме. Не только ступенькой, да? А, рывочки. Рывочки. Рывочки горизонтального, чуть уклонного настроения. Давай. И руку сбрасывать уклоном мастихина сбрасывать. Научи. То есть уклон мастихина сбрасывает краску с себя. Давай. То есть такой угол возьми, такое количество краски возьми, чтобы совпало. Чтобы быть такого напряжения краски. Наоборот. Всё тише, тише. Не так напряжённо должна быть краска. Согласна? А что как бы самое главное не должно быть? Это ж очень далеко. Знаешь, какие они там худосочные, тоненькие для угла зрения. Нет, я вот здесь сделала специально, чтобы вот на этом месте, видите, вот здесь есть камень, кораблик. Тут краска. Но здесь густой краски не надо. Успокойте её. Здесь да. Так. Силуэт там есть. Некий. Не так всё. Простецкий, да? Вырезать её. Вот этот силуэт. Чуть-чуть поподрезать вот так мастихином, поскольку там каменистый характер, можно сразу задать его, а также задать эффект вот этой уходящей тропинки. Ещё прежде чем мы уложим шапку. Прикольно так? Угу. Чуть-чуть вот поцарапать эти вещи. Может быть, чуть-чуть поцарапать и вот эти вещи. Чуть-чуть. Силуэтик этот поцарапать. Там. Поцарапать. Так. И накидать на передний план вот этих рыжуничек розоватых. Вот этих. Прямо нашвырять, нашвырять. Вот этих. Прямо нашвырять, нашвырять. Есть камни на свету. На свету. Есть камни красноватые в тени. В тени они будут плюс синий. Угу. То есть феолетовики. Оно, да? Что-то такое. Ты как-то все время не соглашаешься с моими. Понятно, почему это синий? Тень. В солнечный день синит. И мы ее синюшно уложили. И красный там, внутри синего, внутри тени тоже синит. Поэтому он феолетовик будет. А на свету, вот этот розовый, оранжевый цвет, будет несколько желтить. И у нас будет четкая граница между светом и тенью. Это логично? Угу. Причем мастихин так любит с камнем работать, что, смотри, всякая каменность, правда? Мастихин так любит, как у нас с руками что-то. Плашмя мастихином поукладываешь вот эти звуки. И потом сверху на это белильную змейку прибоя. Белильную. Прикольно. То есть, получается, некоторый произвол. Я не гоняюсь за каждой звучинкой там. То есть, некоторый произвол. Потому что, если я буду гоняться за каждой, я сойду с ума. А так не сойду. Правда? Значит, если что сбрила, попробовала сама. Здесь на переднем плане очерченная теневой световая часть переднего плана. Правда? Угу. Уложишь тоже. Давай. Значит, чуть-чуть подрезать. И создать вот идею множества этих камней. То есть, ты как бы слишком кучечками столпилась. Немножко наломать. Так. Вот с этим. Понятно, что с этим сейчас будем разбираться. Значит, возьмем кисть небольшую. Возьмем белильца. Голубильца. Розобильца. Идею вот этих полосатостей уложим. То есть, меру краски соблюдаем. Берем после вытирания кисти и укладываем. Вот этими. Значит, все тихонечко. Да. Чуть-чуть им вторишь. И вот этими. Хорошо? Значит, сначала горизонтали. и потом вертикали. Здесь будешь добирать белильца. Работает в две палитры, потому что как раз у тебя там будет. Здесь будут голубоватые, здесь будут тепловатые. Светлые партии любят густоту краски. Теневые недолюбливают, светлые любят. Посмотри, как хорошо на вот эту ложится густая краска. Как она выразительно ложится. Правда? И как здесь идут, да? Да. Вот они. Вот они. Рыхлятинки этих камней. Вот она. Даличка. Так же густо и зелененькие. А значит, это будет густоту. Вещества. Вещества. Светлые партии любят густую краску. Давай. Светлые. Ну давай, и его тоже подтюпим. Аж вот такой. Есть там? Тоновая разница. То есть степень темности одного к другому. То есть ты как бы положила цвет тени. Ты даже синенький задействовала, когда укладывала. А там есть еще и яркий светитик. Смотри, как он сразу присутствие переднего плана сделал. Правда? Да. Еще и вот так ударим. Так. Ты попробовала, да? Угу. Вот эту. Ну, более-менее. Ой. Съелась. Более-менее. Единственное, что старайся, когда ты делаешь, не делать одинаковый сегмент. То есть чуть-чуть разные сегменты. Хорошо? У тебя было три более-менее одинаковых шага. Усложняю. Согласна? Ну, конечно. Дорожечка, вот та вдали, она должна стать немножко цельной. Вот цельной больше. Смотри, какая змеечка эта. То есть, видишь, с одного раза не прошло, я еще навязываю, пока не согласится стать. Разобластики там какие-то. Там нет ничего конкретного, поэтому... Конкретная только дорожка. Конкретная только краюшка. Согласны? Вот. Может быть, несколько приподнять. Несколько приподнять. И этот красавчик тоже показать, как он красив. Его силуэт. Хорошо? Я не поняла, как вот это мне делать. Смотри. Во-первых, увеличить его сюда. Во-вторых, за счет неба подвинуть его вот таким острием. Да? И кисточкой деликатненько вложить в него нужный свет и нужные тени. Вот он очерчивает светом. Очерчен этим светом. И пошел вот так. Вот так пошел. Дали идею вертикали. Хорошо? То есть это получалось до самого... А здесь уже горизонтали. То есть идея горизонтали. А я думала, что они должны быть все как попало. Это лежачее, это торчачее. Если мы штрихом это выразим, будет красиво. Потом, если ты видишь, там еще и есть вот эти краснотики. Да? Тоже их поподкладывай. Вот такое подкручивание кистью. Вот такое. Как раз получается, как будто выходят камушки. Посмотри, ага. Произвол полнейший, но красивый произвол. Пощупаешь сейчас это дело. Видишь? Есть там такое. И вроде как сразу теплая вода и все тепло. Правда? Да. Тоже чуть-чуть вот эти краснотики, чуть-чуть они там помидивают. То есть это набор звуков. Это не прорисовка, как ты вот привыкла в рисунке, да? А набор звуков. Будучи с карандашом в руках, ты бы стала прорисовывать эти вещи. А здесь можно обойтись звуками. Фактура краски рисует. Ты видишь, да? Угу. Причем помни, что свет любит густую краску, теневая не дали любит. Вдали у нас тихонькое касание к небу. Не такое жесткое как. Угу. Тихонькое. Возьмем. Как добиться? Разбеленный свет. Угу. Кладем. Укладываем. Еще раз. Ты же, я немножко поджижаю. Угу. Угу. Протягиваем. Сбивая как бы, сбивая жесткость линии. А потом сухой, да? В мутату загоняем. На другой картинке мы действительно, ты видела, сделали сухой кистью. Нет-нет. Но здесь ни к чему, потому что она и так, ты видишь, хорошо села, хорошо подрастворилась там. И, может быть, этого и не надо делать. Легенькую розовиночку. Ой. Розовиночку подпустим, подштрихуем. В длине горизонта обычно небо тепловато в цвете. И некие дымы, облаковидные дымы отлетают от этой. Угу. Угу. И, например, маханькое такое облачко. И даже бар. Прикольно? Да, вообще. Какой-то такой вид. Смотри, ребята. Каяблик. А я вот специально здесь нарисовала эту штучку. А-а-а. А я понял хорошо. Крёблик. Это вот так. Ты видишь, я даже кисть не поменял большой кистью. Чтобы не было слишком прорисовано. Просто маленькая кисть сразу стала бы обязывать к чему-то. А там не надо ни к чему обязывать. Правда? Угу. И отражение. Ну, вот эти каменюкачки на переднем плане. Можно их чуть-чуть кистью. Вот как они там несколько какашечно лежат. Вот. Чуть-чуть их подложить. Но в рамках теневой. То есть это теневая. Да? Угу. Конечно, что надо тренировать. Ну, первый раз вообще кисть взяла. Да, да, да. Ага. И я думаю, что масло тебе понравилось, да? Да. Масло валяет дурака как хочет. Все остальные материалы заставляют напрягаться обязывающе. А здесь гуляй поле. Красота необыкновенная. Хе-хе-хе. А здесь как-то из дела с момента Aиурора. eme empres BERM. Угу. Корректор soon.